Вань, помни про голый прайпед. Помни про голый прайпед. Опять же, время уже 5. Я все жжу. Это тушеная говядина. Такая вот протушенная. До состояния очень сильной разваренности. С картошечкой. С грибами. С помидорами. Чуть-чуть соли туда добавь. О, шикарно. Ну-ка. Ты минут мясо везешь? Ммм. Сочная такая. Похоже, кстати, знаете, по цвету и по структуре похоже на... Помните, бабули такие чулки носили? Я не знаю, сейчас носят, нет? Я, кажется, соль не положила. Прикиньте. К вопросу о том, что Ирландия дождливая страна. Всем привет, друзья. Это конец сентября. И у нас 23 градуса. Ну, по крайней мере, в машине. На машинном термометре. Или как это называется? Градусник. Или это одно и то же. Не знаю. В общем, я абсолютно точно соскучилась по дождю. Ну, дождем у нас даже и не пахнет. Иду в школу забирать Ванька. Всем еще раз большой привет. Блин, только домой пришли. Ванек не даст соврать. Поесть успели. И уже опять нам бы езжать. Да, Ваня? Ничего не успели. Не отдохнуть. Ничего. Да, Ваня? Питники. Едем на футбол. Опять на футбол. Ваня будет играть. А я пойду... Гулять. Гулять, да. Я пойду, похожу. Дойду. Планирую дойти до аптеки. Потому что у меня закончился тоник для лица. Мне нужно посмотреть себе какой-нибудь тоник. Ну, если успею. Потому что аптека не очень близко находится. Вот. Чтобы мне за Ванькой успеть зайду. Там была акция, я помню. Какая-то специальная на эти средства. Этот бренд, я надеюсь, что она еще есть. Перед нами такой трактор огромный. Вернее, трактор-то обычно. У него огромный прицеп. Естественно, он еле едет. А? Кофта не нужна, мам. Что не нужна? Кофта. Что там? Кофта не нужна. Ну, это слава богу. А воду взял свою? Да. Бери. Берешь? Что ты можешь бежать? Я дойду, посмотрю. На Ол-Вэзер. Побежал, побежал. Давай, беги. Пока. Давай. Вперед. Вань, помни про гол и про iPad. Помни про гол и про iPad. Мы Ване разрешаем в будние дни в iPad смотреть ровно час. Ну, ровно час, не ровно час, но час. Иногда, конечно же, чуть больше. Сегодня я ему сказала, если он забьет гол, то я ему дам дополнительных полчаса в iPad. Поэтому у Ванька сегодня есть символ. Сейчас я пойду досмотрю, досмотрю, дойду, посмотрю, как он дошел. Что сама говорю? Вообще, что я говорю, не знаете? Закругляюсь, короче, какую-то фигню несу. Извините, но сейчас все мои видео будут наполнены ежевикой. Уж очень вкусно. И много ее. Ммм, там наверху еще. Так, не забыть пойти до Ванька дайте. Ммм, ой, вкусно. Вообще вкусняха. Ммм, ну как идти мимо-то, ребят, ну как? Как вот? Я не знаю как. Мне кажется, мимо идти это преступление просто. Кто живет в Ирландии, срочно выходим на ежевичную охоту. Хоть не грибов, так ежевики собираем. Надо ехать собирать. Ммм, опять же, время уже пять. Я все жру. На дорожку. На дорожку насобираю себе. Чтоб веселее идти было. В общем, смотрите. Ой, наверху сколько пропадает. Ммм, как жалко. Может, лестница сюда приехала. А вот смотрите, в чем разница. У вас каменный забор или живая изгородь. Вот это вот так вот все стричь надо регулярно. Ой, мам, дорогая. Так, зашла в аптеку. Видите, когда скидки. Все разобрано. Сразу же. Так, на эту косметику. На Ларош Пусе, по-моему, ничего нет, я понимаю, да? Так, что же делать? Что же делать? Сейчас буду... А, вот, у нас вот этот иуцерин есть. Мне нужен какой-нибудь тоник. Посмотрите, какую Фуксию здесь встретила. Я такую никогда не видела. Получается, у меня серединка темненькая. Темненькая, а сам цветочек розовый. И это куст еще больше, чем я вам показывала. Посмотрите, какой огромный. Все так удивились, но не все многие удивились, что Фуксия может быть кустом уличным. Смотрите, какая красота. Цвет какой. Потрясающе. А как вам вот такая Фуксия в виде дерева вообще? Посмотрите, какая забор. Вот я стою на фоне Фуксии. Представляете себе размеры? Масштабы бедствия. Вот вам и Фуксия. Даже не верится. Неужели моя из горшка вот так может вымахать? С ума сойти. Посмотрите, вон, посмотрите, какая ветки свои прям везде раскинула. Гол не забил? Нет. Зато я видела сегодня, как ты сделал пас и мужику чуть не по башке мечом. Это считается? Считается. Ура! Молодец. А как ты смог так ей лупануть, Вань? Случайно сделала, ну что было. Это куда ему? По плечу или в руку? Куда попал мяч? Не знаю где-то. Плечо? А он увидел, что это ты? Нет? Молодец, Вань. Это было очень эффектно. Правильно, нечего стоять на игровом поле, да? Встали там. Ой, какая заборочка, боже. Смотрите, какую я вкуснятина вчера приготовила. Мое, наверное, одно из самых любимых домашних блюд, вот из того, что дома обычно готовят. Это тушеная говядина. Такая вот протушенная до состояния очень сильной разваренности. С картошечкой, с грибами, с помидорами, с чесночком. Прям очень люблю. Мы уже с Саньком пришли домой. Кормлю его обедом. Кормлюсь. А, сначала я еще должна кое-что сделать, а потом еще кормлю себя обедом. Всех надо кормить. Вов на работе, вов в офисе. Я тут смонтировала видео пока. С утра, какого нет, в школе. И сейчас должна вам его загрузить. Что-то так застыл, Ваня. Давай, ешь. Ваня, тебе опять рубашка растеркнута, как у Сас Михайлов. Достегни пуговичку. Обожаю вот такой вот салат. Напахала себе. На самом деле, это не такая же большая тарелка. Выглядит как будто... Хотя тут довольно приличная порция. Очень люблю, когда много зелени в салате и много лука. А если еще и сыр фета есть, это вообще... Для меня обед или ужин без такого салата это не обед. И не ужин. Очень люблю. Кто здесь подхомячивает, а? Куда пошел, Ваня? Куда ехать пошел? Вообще, что ли? Не вы видали вообще? Научили, блин, самостоятельности на свою голову. Поел, пообедал. Правда, не очень хорошо поел. Пришел, насыпал себе кока-попс. Налил молока. И пошел. Небось, там с другом, с каким-то одноклассником болтает по скайпу. И там же будет есть. Ну, я на самом деле не буду ругать за это, наверное, никогда. Потому что я сама так в детстве делала. Я считаю, что есть надо с удовольствием. Есть надо в комфорте, в уюте. И если ему там классно, у него там своя атмосфера, ради бога, пусть есть. Какая разница? Главное, чтобы он за собой просто убирал потом это. Вот. Так что все окей, все нормально. Принга, давайте курицу. Парает курицу, если я буду трясы. А шея. Стесняшка. Стесняшка. Я прав, не знаю, не называется. Так. Яйца. Ты сам точно взбивай. А, медвуза два. Я думаю, нам одного. Нет, вот не эту тарелочку бери. А чтобы курицу... Ты для чего? Для того, чтобы курицу обмакивать? Вот эту по шею надо взять. Сам будешь разбивать? Ты. Я не знаю. Я полюбалась. В общем, у Ванька сегодня кулинарное вдохновение. На второй раз уже. Да. Разбиваем яйцо. А почему ты сюда пупуковку поставила? Изъедировала. Чуть-чуть соды туда добавлю. Сначала помешать? Нет, сначала соль добавить. Только чуть-чуть. Сначала на ладошку соль. Сколько? Покажи. Ну, высыпай. Да, хватит, наверное. Так, что делать? Я пока курицу достаю. Да. Ты как, будешь ломашек делать, да? Да. Как? Ты мне говорила, что я не знаю, курица. Ну, да, я вил... Нет, я вил... Я вил... Нет, я вил... Нет, я вил... Нет, я вил... Ты же вил... Я думаю, я вил... Я думаю, я замешала, уверена. Вань, кажется, что все пропало. Не знаю. Папа спрятал курицу. Морозил. И... И она теперь замороженная. Ты не знаешь, зачем я ее срятал? Ну, вот она, конечно. Ну, вот, просто для меня пока я. Ну, все. Да, она так не разрушается. Вот, прикиньте, ледяная теперь курица. Да не расстраивайся, Ваня, сейчас что-нибудь придумаем. Может, рыбу ему сделаем так? У нас Вова вообще умеет такие сюрпризы сделать. Ты рассчитываешь на одно, приходишь, а он позаботился и... Сделал все так, как считал нужно. Так, ну что, будем размораживать или нет? Я вообще планировала повязать. Мы... Мы положили курицу... Оторви, Вань, бумажное полотенце, пожалуйста. Положи его на то. Мы... Курицу... Закрывали, выкрывал мотки. И не раскрывали ее, а размораживали. МОРМЕНИЯ КУРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ОТВНОЗВЕЗЕРСКОЛКОН Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Ваня там уже стол накрывает, как в ресторане. Я тогда решила, как в ресторане, икрой тарелочки вытереть. Пойдемте. Сейчас мы тут, как в ресторане, все устроим для папы. Для нашего папы только что пришел. Папа, еще не смотри, мы делаем хорошо. Смотрите, как Ваня умеет делать. Создать романтическую атмосферу для папочки. Ооо, а макароны? Какие еще макароны нам? Мне понравятся. Какие еще макароны нам? Спасибо. Разрез сейчас пополам, вдруг она еще не готова. Ооо, шикарно. Ну-ка. Ты мне мясо вешаешь? Ммм. Это вкусно. Ммм. Сочная такая. Ммм. Прямо ешь? Попробуй. Попробуй, давай. Свою же. Ммм. Вкусно? Всем большой привет, друзья. Добро пожаловать в новый день. Я собираюсь выезжать сейчас за Ваньком. На улице у нас опять просто даже не весна, а какое-то лето ирландское настоящее. Я уже жду дождя. Нет, не, как вам сказать, не проклинайте меня те, кто дождь не хочет в Ирландии. Ну, правда, я уже как-то устала. Ну, хочется уже какой-то свежести, не знаю. Хотя у нас не жарко на улице, у нас комфортная такая температура, там около 20 градусов. Вот. Но все равно мне вот не хватает уже какой-то такой вот уютной пасмурности, знаете. Вот. Сейчас мне минут 5, наверное, да, я не вижу, сколько время осталось до выхода. Я варю Ваньку суп. У меня на самом деле недавно произошла с плитой какая-то катастрофа. Мне кажется, что я не рассказывала вам. Надеюсь, что я не рассказывала и не буду повторяться. Именно сварочной поверхностью. У меня несколько дней подряд через край просто выкипал бульон из кастрюли. Причем это происходило не постепенно. Как обычно, знаете, жидкость закипает и в итоге выкипает. А у меня просто какие-то вулканы происходили. Вот в прямом смысле слова на моих глазах бульон или оба раза, по-моему, это был бульон. Или... Да, оба раза это был бульон. Просто так вот... И все вылилось. И затопило мне все буквально. Столы, я не знаю, там варочная поверхность. Все это я отмывала. Короче, это был ужас. Вот. Сейчас я тестирую свою, так сказать, плиту на... Не ставлю на большую мощность. Все не разогреваю, а довожу до кипения на среднем огне. В общем, короче, и отходить никуда далеко теперь нельзя. Потому что я боюсь, честно говоря, оставлять. Вот. Пять минут не хватит. У меня сейчас закипит бульон. Я брошу вермишельку туда, и, в общем-то, суп уже будет готов. Варится она очень быстро. И выпекаю с Ваньком. Вот такие вот дела. Пока Ванек у меня на карате, я решила зря времени не терять. Сесть, повязать. Вяжу сейчас... Как думаете, что это? На что похоже? Похоже, кстати, знаете, по цвету и по структуре похоже на... Помните, бабули такие чулки носили? Я не знаю, сейчас носят. Тут нет в России. Как гамаши такие. В рубчик. В общем, похоже. На самом деле, это шапочка будет. Это будет шапочка-колпачок. А пока сижу в машине, хочу поделиться с вами своими мыслями. Мне интересно, что вы думаете на этот счет. Я вот очень давно уже замечала. Почему я об этом подумала? Я сегодня там прочитала одно интервью. Не буду даваться подробностей. Это не имеет никакого смысла. В общем, суть в чем? Суть в том, что вы когда-нибудь замечали, что практически у всех людей, которые чего-то добились в жизни, которые состоялись, которые талантливые, успешные, популярные, как хотите, практически у всех этих людей дети ничего из себя не представляют. Вы замечали это? Вот кого не возьми, ну крайне редко, очень редко, чтобы ребенок успешных родителей, успешных я имею в виду, понятно, у всех понятия успеха разные. Успешный я имею в виду на каком-то уровне страны, или на уровне мира, известный, богатый человек. Я имею в виду такой успех всенародный, будем так говорить. Будь то бизнесмены, актеры, певцы, политики, неважно. Вот у всех, практически у всех таких людей успешных, дети, как правило, это просто прожигатели жизни. Я не понимаю, почему так. То ли это... Ну, у меня есть версия, по моему мнению, это просто избалованность, это вседозволенность, это со стороны родителей я имею в виду, это понимание того, что я уже заработал на все, и на себя, и на своих детей, внуков, и на пять жизней нам всем хватит, и детям моим не обязательно ничего делать. Я думаю, что, наверное, так. Иначе я никак не могу объяснить. Вот возьмите любого актера, практически, понимаю, что бывает исключение. Русский актер, американский актер, неважно. Если ребенок, его или ее, пошел по стопам, актерским тоже, ну, как правило, этот ребенок остается, ну, в лучшем случае, таким посредственным актером, а в худшем просто прожигателем жизни и родительского состояния. Не знаю, вот какая-то такая тенденция, мне кажется, явно прослеживается. Нет таких вот ярких примеров детей, я вот сейчас думаю, кто бы, кто состоялся, вот кого действительно можно уважать, именно потому, что вот он, вот это он. Не потому, что он сын чей-то или дочь, а потому, что он это он. Не знаю. Наверное, просто нет смысла и нет стимула чего-то добиваться. Я так думаю. Наверное, те дети, которые выросли, вот те единицы, кто вырос в таких условиях, приближенных к нормальной реальности, вот те, наверное, чего-то в жизни добиваются сами. Даже пусть с помощью родителей, но добиваются во всех смыслах этого слова. Наверное, так. Что-то у меня сегодня я вот прям как-то меня не то, чтобы осенило, я давно об этом, давно это замечала. Не то, чтобы я постоянно об этом думаю, но я давно это замечала. Какая у меня красивая здесь туя. Я вообще обожаю туя. Видно вам? Да, наверное, вот веточка. Могу ухватиться. Такая зеленая, свежая, такая набитая прям. Вообще великолепно просто. Я очень люблю вот это место. Очень люблю сидеть здесь с открытым окном, когда еще такая потрясающая погода. Единственное, что я, получается, не могу два дела делать сразу. Я не могу вязать и болтать. Боже, у тебя же на глазах. Я еще какая-то пуганная. Так, 17.44 у нас время. Ванек до 6 часов занимается. Дальше мы едем домой. Я хочу сегодня приготовить вкусные коржики. И это коржики, любимые коржики моей мамы. Я сегодня позвонила, ей спросила у нее рецепт. Ей этот рецепт когда-то в свое время дала соседкам. И я вам хочу сказать, что соседка дала рецепт своей мамы, скажем так. Вот эта вот мама, бабулечка, вот эта вот в свое время, она уже умерла, к сожалению. Она потрясающе готовила. Потрясающе готовила. А я дружу с ее внучкой, с внучкой вот этой вот женщины, которая готовила бабушке вот этой. И я еще ей тогда говорила, вот своей подружке, ее внучке говорила, пиши все рецепты, записывай все, чтобы у тебя это осталось на всю жизнь. Потому что ее бабушка, будучи большую часть своей жизни инвалидом, у нее не было руки. Она потеряла руку, в аварию попала, серьезно в свое время. Она готовила так, она пекла так, как, я не знаю, профессиональные кондитеры, наверное, не пекут. То есть это просто что-то потрясающее. На всех каких-то домашних мероприятиях, там дни рождения, Новый год, я просто присутствовала, потому что мы дружили. Это были какие-то невероятные яства, понимаете, если это сладкий стол, то это не один тортик, а это несколько разных тортов, там разных и вообще разных. Они шоколадные, там Наполеон, абсолютно разные сложности. Это плюс к тортам еще безе. Я помню, я так любила невероятно такие большие безе. Она их слепливала друг с другом, и между ними была вареная сгущенка с орешками, что ли, или вообще какой-то крем такой на основе сгущенки. Поэтому у нее просто масса вкусных, потрясающих рецептов. Я и говорила своей подружке, запоминай, не дай Боже, тебе ничего потерять. Все останется в семье, у тебя будешь своим детям готовить. Но не надеюсь, что она пользуется моими советами, рецептами своей бабушки. Но я думаю, конечно, пользуется. И вот от этой бабушки через мою маму и мне достался этот рецепт. Я когда-то давным-давным-давно эти коржики пекла. Они потрясающе вкусные. Они будут с сыром. В идеале они должны быть с перчиком. Для меня я люблю, когда они немножко остренькие. Но поскольку я буду делать для Вани тоже, то перец я класть не буду. Вот так вспомнила сейчас бабушку моей подружки. Вообще, конечно, такая была домашняя женщина. Знаете, такая вот из тех бабушек, к которым приходишь, у нее стол накрыт, все тебе приготовлено, подготовлено, подогрета, ложечка лежит, вилочка лежит. Такая прям домашняя-домашняя, теплая бабушка была. Вот. А сейчас уже нету ни этой бабушки, вот у моей подружки, да, ни моей. Вот, к сожалению. Ну, в общем, ладно. Не буду грустить. Просто я... к тому, что рецепт этот такой проверенный. Единственное, что не мной проверенный, проверенный моей мамой. Вот. Буду делать сегодня. Хочу Ваньку с собой в школу сделать эти коржики. Вот. Мне кажется, неплохая будет альтернатива. Это будет такая домашняя, все-таки, не сладкая выпечка, чем вот эти вот всякие крекеры, которые мы покупаем, типа тук и всего остального. Лучше это будут какие-то домашние. Если он их будет есть. Надеюсь, что будет. Так, все. Заела. Все, я вяжу. И ни вас не отвлекаю лишний раз. Ни себя. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Привет. Приветики, омлетики. Вань, рассказывай. Я видела, что у вас опять. Сядь в серединку, а то тебя не видно. Рассказываю, что вы сейчас делали. Получили. Ну, ты погромче говори. Получистили. Прикиньте, короче, у них теперь практика на каратэ. Раньше, упс, все качается. Раньше полы мыли только взрослые. То есть, вот, например, Вова, да, он каждый раз, когда реально свои машины паркуются, я не могу спокойно реагировать. Sorry. Раньше только взрослые мыли. Вова, например, ну, и все, кто ходит вот с Вовой в группу, взрослая группа. А сейчас Сэнсэй заставляет мыть полы детей. Вот. И я сначала как-то это, знаете... Блин, не могу. Мужчина просто так ездит. У меня все замирает аж. Вот. В общем, я сначала неоднозначно отнеслась, думаю, что-то мой ребенок будет в этом спортзале за всеми полы вымывать. А сейчас я считаю здорово, раз я не могу научить его мыть полы, потому что ну, мне всегда его жалко. Мама, там нет ли неприятно? Я надо положить и бежать на полу. Лежать? Бежать. Как бежать? Ну, положить, там надо побежать. Я так неудобно, ты застреваешь и падаешь. А ты не беги, зачем ты бежишь? Ты задесь на колени и мой. Мне так надо. Он так учит? Да. Он ругает? Нет, нет. А Сеня вообще ругал? Немного. Че говорил? Нет, нет. Палкой бил? Нет. Че, сень добрый, что ли, сенсей был? Да. Короче, сейчас я к этому отношусь как к очень крутой практике. С точки зрения дисциплины, с точки зрения ответственности, вообще это очень круто. Спасибо большое нашему сенсею, что он вот так вот их дрессирует, всех дети, все, да? И маленькие тоже моют. Ну, они очень маленькие, там, где-то пять лет. Ну, моют все равно. То есть все моют, мне кажется, это очень круто. Вот. А зал у них довольно большой. Вы весь зал моете? Ну, мы идем в линию, то есть... Каждый свою моет, да? То есть вперед и назад. Ну, все равно, то есть получается, в целом вы весь зал моете? А тебе нравятся мыть полы? Нет. Я все опалываю. Ну, ладно. В общем, мы едем домой. Сейчас у нас уже папа придет с работы. Я загнула, наверное, не сейчас, может, через часок, а то и через два. Но, тем не менее, мы сейчас пойдем готовить ужин и коржики печь с вами. Что пить? Что увидимся дома. Коржики, Вань. Какой коржики? Еще раз. Прости, что такое коржики? Что такое коржики? Ну, мы уже это обсуждали, Вань. Что? Что такое коржики? Он мне вчера говорит, мама, мы когда курицу с ним готовили, вы увидите это, вернее, вы уже это увидели, он мне говорит, мама, где... Сейчас, подожди, я не могу вспомнить, как он сказал. Кому? Где кому? Да. Где кому? Что такое кому? Не хума. 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 Где хума? Кому. Я думаю, что это хума. Ну, хума, это вот то, что там что-то сыпешь. Какая хума, вообще не могу понять. Оказалось, знаете, что? Вот у вас, то есть у вас есть предположение, пишите, что, по вашему мнению, такое хума. Это то, во что... Забыла само слово. сложно из мяса. Короче, у нас с Ваней вообще какой-то ступор, затык это называется. Ладно, сразу скажу, хума, это по-ваниному мука. Вот. Я вчера пока догадалась, что это мука. Нам нужен переводчик уже. Пришли домой, она вот так встречает. Она вот так встречает, моя красавица. Пора уже стричь ее. Кстати, к нам завтра пыняша приходит. Вот они, друзья, на все времена. Давай, показывай, что ты хотела показать нам. Ванек сейчас гулять собирается идти. Кейль, не лизаться. Ванек нашел... Кейль, подожди. Ванек нашел какое-то приложение, вот так называется, Дуолинга, которое нам будет помогать изучать русский язык. Что сделать? Ну, например, давай... Ну, что-нибудь, что ты-то будешь сегодня мне нравиться? Я же ничего пока не знаю. Поиск-ство. Тут нужно перевести на русский язык, где даются фразы на английском. Кейль. Нужно перевести. Он пьет молоко. Он пьет молоко. Мое яблоко. Кейль. Что ты пьешь? Что ты пьешь? Ты пьешь? Вот, написано Мои children. Мои. Дети. Молодец. У меня вода и яблоки. У меня. Вода и яблоки. То есть теперь на слух надо воспринимать? Угу. Что он пьет? А, то есть иногда ты по-английски набираешь, иногда по-русски, да, составляешь? Что он пьет? Что? Одному слову можно про это заслушать. Нет. Что он пьет? ДАС нету. ИС нету. Зачем здесь ИС-то, если ДАС нужен? Зачем здесь ИС? Это же вопрос. Что он пьет? Что он пьет? А. Почему ИС-то? Вот. Гамми толкает. ИС нет. Вань, телефон берешь? Кофту возьми. Кофту возьми. Пожалуйста, что надо? Самое главное. Право-лево смотрите. На дорогу. Не спеши, не торопись. Сначала смотришь, потом идешь. Дойдешь до Нелона, позвони. Дойдете до площадки, позвони. Позвони, да. Так, ну что, наконец-то я добралась до кухни. Начинаем делать коржики. У меня здесь масло. Все пропорции, все мгд. Я напишу в описании. Масло я уже, я его оставила при комнатной температуре. Порезала на кубики вот такие вот. И выкладываю в миску. Так, дальше сюда же добавляю муку. Стакан забыла, секунду. Так, рецепт довольно странный, честно вам скажу. Но мама меня уверяет, что все окей. Не знаю. Будем пробовать. Значит, мука. Муки нам понадобится полтора стакана. Но я все это напишу. Не люблю, на самом деле, когда говорят полтора стакана. Когда у меня рис доварился. Или там два стакана. Я люблю, когда все пограю. Не забываем половину рассыпать. Это, в общем-то, такой залог успеха. Все, на пол давай. Нормая. Выспали. Теперь. Сейчас есть такой просвет. Начинаю вот так вот муку. Сначала ножом с маслом соединять вот так вот. А потом уже руками. Так это все выглядит. Кстати, совсем забыла вам сказать. Уже видео вышло, которое я снимала для другого канала. Я вам в описании оставлю ссылку на это видео. Если хотите, можете посмотреть. Тем самым поддержите меня по своим просмотрам. Добавляем воду. Добавили воду. Сначала ложечкой. Немножко. Забыла. Нам же надо добавить соду еще. Берем соду. Так, пол чайной ложечки. Гасим соды. Тьфу. Гасим уксусом. Сюда же мы добавим... Сюда же мы добавим сыр. В рецепте сыра написано всего 20 грамм. Но я считаю, что это маловато. Я добавлю побольше. Я люблю, когда все сыра. Так, ну все. Весь чеддер добавлю. У меня здесь, знаете, сколько было? Ну, наверное, грамм... Ох! Грамм 40, наверное. И немножко пармезанчика добавлю. Ну, классно, да? Поставила соду. Но я думаю, что сыр можно любой. Блин, ребята. забыла самый главный ингредиент вашу машу сейчас буду добавлять не знаю как буду ли очень странный ингредиент мама утверждает что он точно нужен именно в этом виде мне понадобятся два вареных желтка вареных не сырых вырезать буду рюмочка вот такой вот мама моя всегда рюмочка делает по крайней мере раньше делали рюмочки сейчас не знаю надеюсь мама рюмочки не изменяет я кажется соль не положила прикиньте я же не положила соль да вот я ее достала вода настоит но не положила что делать посыпать солью сверху чувствую вкусные будут коржики подействую друзья чувствую коржике получится я хочу тебе зила желток. Белок не стало, правда, взяла только желток Во-первых, у меня еще осталось тесто Все не уместилось Во-вторых, я не смогла найти свою нормальную кисточку Взяла вот такую огромную, просто широченную Вот, я не знаю, ей можно стены красить Дальше, кунжут у меня обычно кончился Остался только черный кунжут Черный кунжут, я уверена, Ваня не будет Блин, ничего не мажется нормально Сейчас покажу, кисть какая широкая Это ужас вообще И я ее взяла, не помню уже С одной стороны, вроде бы, одним мазком Всю печенюшку намазываешь С другой стороны Неудобно В общем, часть я сделаю Посыпанных маком А часть я просто посыплю маком и солью Потому что я соль забыла положить в тесто И часть я сделаю без маком Духовка у меня уже нагрелась Отправляю в духовку Честно скажу Не сильно надеюсь, что что-то получится Хорошее Но вдруг Отправляю Прошло 25 минут Печенюшки готовы К Ваньку пришли друзья Они там наверху что-то делают А у меня получились вот такие вот коржики Ну, вроде ничего Вроде как и должны выглядят Надо пробовать Но я сегодня пробовать не буду Уже заставлю Ванька, наверное, попробовать Вот У меня остался кусочек теста Сейчас покажу Вот Такой вот Очень большой Я сейчас доделаю Не хочу выкидывать Будет у нас много-много коржиков Надеюсь, что они вкусные Друзья, все, я допекла Теперь у меня еще курица в духовке Потому что сегодня я разморозила целую упаковку ножек куриных Они у меня Раз уж разморозились Я просто бульон варила Я решила сразу и запечь их сегодня оставшиеся Чтобы завтра уже об этом не думать Вот Поэтому сейчас сижу их сторожу Чтобы они не сгорели Вот Вроде пока еще ничего И заодно вот с Вами Попрощаюсь на сегодня Забыла, что Хотела показать Вам Какой я себе купила тоник Вот такой вот Сейчас Вот такой вот тоник купила для лица Я, если честно, сейчас попробовала посмотреть В русском интернете Я очень часто читаю отзывы на IRecommend.ru И на Отзовик.ру Там есть отзывы на все Просто от, не знаю, картошки, наверное До телевизоров там Или, я не знаю, до машин До всего остального Короче говоря, на все Вот на это вот я отзывов пока не нашла Может быть, я неплохо смотрела Я так понимаю, что вот эта вот косметика Вот эта вот Carbon Theory Называется, наверное Она специально существует для проблемной кожи Если я не ошибаюсь Ваня сейчас кричал Папа или мама Я говорю, что такое? Я голову ударила Говорю, обо что? Об крышу Какую крышу? Оказывается, об потолок У него же кровать наверху Высокая И он, видно, залезал Там выпрямился И башкой об потолок Суданулся Ну, слава богу, потолки у нас Такие Как сказать Наверное, у нас деревянные перекрытия Потому что Почему я так думаю Потому что Когда Вова ходит по чердаку По ощущениям Он не по бетонным перекрытиям ходит То есть Чувствуется Да, и звук совершенно другой Ну, короче, ничего страшного Не сильно он там заданулся Вот На этом сегодня Все Все, что я, по-моему, хотела вам сказать Я сказала Спасибо, что смотрели Не унываем Работаем Работаем Рабочая неделя Все будет хорошо Дождика хочется Но у нас, по-моему, не предвидится дождик Посмотрю Не знаю Эх Хочется Какой-то вот уже Желтые листвы В 2 часа ночи 30% дождя А дальше Весь следующий день 17-18 градусов И переменная облачность Солнышком Зато Блин, выходные У нас ожидаются дожди И вся следующая неделя Ожидаются дожди Смотрите Лучше бы наоборот Сейчас были дожди На выходные Солнышко Ну ладно Не так Все не то Пока-пока Солнышко